Самоубийство подростков редкое, но каждый раз резонансное явление. В Самаре в прошлом году четверо несовершеннолетних ушли из жизни по собственной воле. Душевные противоречия тинейджеров порой мешают справиться с возрастными изменениями. Ребенок за спиной оказывается совершенно беззащитный. И когда в этих противоречиях, о которых я начал говорить, оно же создает огромное напряжение. И решение он найти не может, и опереться ни на что не может. И вот такие вот ситуации бывают. Говоря о причинах детских самоубийств, эксперты называют в первую очередь неразделенную любовь, отсутствие самореализации и чувство нужности. Предотвратить трагедию могут и должны родители. Но не все готовы уделять своим чадам достаточное внимание. Уже в этом году, 11 января, трагедия произошла снова. Мальчик в школу не идет, поднимается на 13 этаж и совершает суицид, прыгает, оставляет вторую обувь школьную и так далее. Как только мальчик не пришел в школу, педагог сразу позвонила родителям. И мама, бросив весь свой замечательный бизнес, значит что-то было. Значит уже надо было раньше бить тревогу. С подростками необходимо держать ухо востро, подмечать изменения в поведении и успеваемости. Еще одной важной темой на круглом столе стала пожарная безопасность. За период новогодних праздников в Самаре произошло 25 возгораний. Причины – неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка и неправильная эксплуатация печей. Профилактической работы много не бывает, уверены надзорные органы. Чем чаще напоминать людям о пожарной безопасности, тем меньше ЧП будет происходить. Раздавались и памятки перед этим, и вышло постановление главы городского округа о поселении первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний период, который еще в настоящее время действует. Особый противопожарный режим еще действует до 15 января, то есть по завтрашний день в городском округе. В целях профилактики сотрудники полиции и МЧС регулярно посещают многоквартирные дома, частный сектор и учреждения, чтобы напомнить о безопасном обращении с электроприборами и рекомендует устанавливать приборы пожарной сигнализации.